Милан обыгрывает Интер на Сан-Сиро, Манчестер Юнайтед выносит Арсенал, Зенит дожимает Спартак. Кому до этого дело, если вся футбольная драма сосредоточилась на матчах Шахтера с Неманом и Ислачи с Арцор БГУ? Здравствуйте, меня зовут Алексей Казыра, это Ясно о футболе. Смотрите сегодня. День футбольных знаний. В областях открылись новые футбольные площадки. Обзор 20-го тура «Беларусьбанк» Высшей Лиги. Гость в студии Андрей Иваненко, основатель Рогачевского Макслайна. На страже волчьих врат. Интервью с Сергеем Игнатовичем. Для кого-то 1 сентября – день, когда переход от лета к осени фиксируется собраниями на школьных линейках. Цветы, первоклашки, старые знакомые песни про школьный вальс разбафят и рутину футболом. И в Минске в областях за прошедшую неделю открыли 9 новых полей. О некоторых из них в нашем сюжете. 1 сентября – день всего, что связано со школой, уроками, знаниями. А теперь, благодаря БФФ, еще и с футболом. Сразу три новых поля в областях. Эти коробки должны прослужить до 25 лет при должном уходе. Остромечево, Белоозерский, Лепель – эти населенные пункты в этот раз приняли подарки от Федерации. И на каждый из точек на карте Беларуси мы нашли что-то аутентичное, непохожее ни на что. Как, к примеру, музей футбольной атрибутики в агрогородке Остромечево. Его основатель – Георгий Дарбуашвили, известный в Бресте фанат своего дела. Его коллекция давно получила признание далеко за пределами страны. Когда приходят, и люди видят там пару тысяч футболок, около тысячи шарфиков, ну и много таких сувениров. Ребята уже сами видят, что приносят, футболки отдают, дарят, передают просто в музей. Как Сергей Кривец 40 футболок передал, а среди них и личная футболка Вандерварта, Кейлини. Ну, это просто космос. Быть может, кому-то из ребят благодаря новому полю удастся в будущем забить французам, как Сергей Кисляк. Подумаем над этим в Белоозерске. И здесь, к первому сентября, детям посчастливилось не только вернуться в школу, ну хотя бы некоторым из них, но и увидеть новое футбольное поле на ее территории. Воспитанник местной ДЮС США Дмитрий Матяш теперь феерит за Дзержинский арсенал. А будущие Белоозерские звезды пока еще на пути к высшей лиге. Поможет ли им новая площадка? Когда эта площадка появилась тут, то мне прям каждый день больше захотелось прийти с самого утра и играть до 12 часов ночи. Играть с друзьями, развиваться тут и стремиться к своим целям. Как и всегда, не обошлось без официальных мероприятий. Как же без перерезанной ленточки, символических ударов по мячу и подарков от Федерации? Новые мячи и комплекты игровой формы – отличный бонус к построенному полю. Конечно, и в городе, и в деревне все хотят такие поля иметь, потому что они востребованы и не только для детей, но и для взрослых. Ну, естественно, что в первую очередь надо давать время для детей, а взрослые могут и вечером день 20, 21, час 22 поиграть. Естественно, что здесь еще нужно освещение поставить, чтобы это можно было использовать. На периферии всегда у нас в регионах должно быть развитие. И оттуда должны появляться все наши футболисты в основном. Поэтому мы и стараемся развивать регионы. Атмосфернее всех нашу съемочную группу встретил Лепель. Да, здесь к открытию новой коробки подготовились основательно. Благо, регалии местных молодых футболистов и творческих коллективов позволяли осуществить такой прием. Самый интересный выставочный матч нам предложили именно здесь. Девчонки лиги «Вау» на новом поле сыграли с мальчишками, пусть и помладше. Легко не было никому. Но это не помеха для будущих Линник, Пилипенко и Новиковых. Я любила играть в школе в футбол, но потом меня позвали на соревнования между школ. И тренеру понравилась моя игра, и он решил меня соединить с другой командой, и мы поехали на первое соревнование. И так вот и завязалось, я продолжала ездить на дальше соревнования, дальше и дальше. Ощущение огонь, спортивный, боевой настрой. Это так здорово, что у нас еще одна открылась площадка для футбола. Тем более смотреть, как мой ребенок рад принимать участие в таких соревнованиях. Это вообще эмоции непередаваемые. Пока в Минске открывались новые поля на базе школ из разных районов, в областях, там, где не привыкли к инфраструктурному шику, все очень душевно. А значит, перспектива увидеть новых звезд замелькала на горизонте чуть ярче. Еще в прошлом ноябре Рогачевский Макс Лайн шумел на Динамо Юни в финале плей-офф второй лиги. Сегодня этот клуб – один из претендентов на повышение с посещаемостью уровня высшей лиги. О секретах Макс Лайна в нашей студии расскажет создатель и владелец клуба Андрей Иваненко. Здравствуйте, Андрей Петрович. Добрый день. Очень приятно вас здесь видеть. Наверное, сразу перейдем к делу. Мой первый вопрос. Не так давно в первом круге вам посчастливилось несколько дней быть главным тренером Макс Лайна, учитывая то, что тренерский штаб вашей команды решил уйти из команды. Расскажите, пожалуйста, вкратце об этом опыте. Насколько глубоко вы погрузились в тренерскую работу? Наверное, мне здесь пришлось выполнять функцию очень необычную для себя, потому что у меня нет соответствующего футбольного образования, и фактически вся моя тренировка составила один день. Благо, что в течение двух дней мне удалось договориться с Леонидом Леонидовичем Лагуном, который принял то, что команда находится не совсем в хорошем моральном состоянии после ухода тренерского штаба. Он принял то, что решение нужно принимать максимально быстро. Я ему очень сильно благодарен, потому что он освободил меня от функции, наверное, какой-то клоунады. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Тренеры должны тренировать, руководители должны руководить, футболисты должны играть. Еще немножко о тренерской, наверное, больше селекционной работе. В одном из интервью вы говорили, что являетесь неплохим, даже хорошим аналитиком футбольного белорусского минора, то есть первой и второй лиги. И назревает такой вопрос. Являетесь ли вы главным селекционером и скаутом клуба? За вами ли последнее слово в трансферной политике Макс Лайна? Наверное, за мной и первое, и последнее слово в трансферной политике. Я приблизительно расскажу, как происходит процесс принятия решения по тому или иному футболисту. Изначально, если этот футболист представляет конкретно для нас интерес, то есть это вышел на нас не его представитель, не агент, не сам футболист, то в таком случае изучается портфолио футболиста, изучается также мнение тренеров, партнеров, которые с ним ранее играли. Изучается его человеческая личностная позиция, какие-то плюсы, минусы характера, для того, чтобы понять, насколько ему легко будет или тяжело влиться в коллектив. Затем мы, соответственно, проводим аналитику, приблизительно какую сумму мы можем предложить этому футболисту. И, наконец, уже последним этапом я выхожу на связь с футболистом, встречаемся, проводим переговоры, если у него есть интерес. Тем не менее, хочу сказать, что не всегда успешным бывает опыт, когда непосредственно агенты предлагают футболистов. И в этом году мы не совсем довольны, конечно, сотрудничеством с агентами, потому что на 80% это были провальные сделки. Поэтому мы уже с лета больше делаем упор на то, чтобы работать непосредственно по своим самоощущениям, по изучению динамики футболиста конкретно за этот сезон. И стараемся все меньше и меньше смотреть на какие-то предыдущие достижения 2-3-4 года назад. У нас в этом году в высшей лиге два примера клубов, которые практически с нуля показали нам, что можно достигать неплохих результатов. Это Ислач и Рцор БГУ. Расскажите, пожалуйста, какой путь у Макс Лайна из Рогачева? К чему вы стремитесь и к каким, как правильно это назвать, какой дорогой вы идете к высшей лиге, возможно, даже к золотым медалям высшей лиги? Ну, я бы не сказал сначала о том, что Ислач и Энергетик БГУ являются футбольными клубами, которые созданы с нуля, и как-то ориентироваться на их путь. Потому что и для меня, и Ислач, и Энергетик БГУ – это очень серьезные структуры, в которых очень серьезная вертикаль футбольная используется, с очень качественными специалистами на каждом пути, что в Ислаче, что в энергетике. На каждом шаге работают профессионалы. Более того, что касается энергетика, то очень много профессионалов, которые работают, ну, пускай не прям за идею, не буду так говорить, что за идею, да, но за достаточно скромные деньги, и у них при этом все получается. Но при этом, может быть, это только мое мнение, я считаю, что Энергетик БГУ использует, наверное, есть два пути в экономике, это экстенсивный и интенсивный, да, то есть я считаю, что они используют экстенсивный путь. То есть они за счет огромного количества имеющихся в руках футболистов, за счет использования серьезной системы подготовки и нагрузок, они вырабатывают там из 300-400 детей, да, вот они получают 30-40, которые впоследствии становятся талантливыми футболистами. Допустим. Да, и этот путь, то есть они движутся от огромного количества, да, то есть к физическому качеству. Возможно, я не футбольный специалист, да, и я не хочу, чтобы мои слова воспринимали как критику, но я считаю, что поэтому футболисты Энергетика выстреливают в энергетике, а потом не могут на следующем этапе чего-то добиваться. Почему? Потому что меняется система физиологической подготовки у человека, да, и в этом случае на первый план должны выходить какие-то другие качества, да, а эти другие качества у него, приходя даже в клуб, там, российская, например, ФНЛ, у него будут они такие же. Там же, естественно, ждут, что когда приходит легионер, он должен быть на голову выше технически, тактически оснащен, да, то есть я думаю, что проблема в этом заключается. Что касается Ислачи, я считаю, что у Ислачи как раз-таки интенсивный путь развития. Они стараются больше делать точечное приобретение, работать на качественное развитие футболиста в плане тактическом, в плане психологическом, да, потому что, конечно, Ислач бывает подколбашивает, да, то есть вот раньше, особенно еще при Жуковском, были вот такие вот прям перепады, могли и пять матчей выиграть, пять матчей проиграть. Сейчас при Радькове более стабильная ситуация, и мне почему-то кажется, что Ислач, если научится забирать очки, побеждать лидеров, да, то вполне возможно, можно стать чемпионом. Что касается энергетика, то понятное дело, что на одном вздохе, вдохе, да, пройти весь чемпионат, который год, им достаточно тяжело, и мне кажется, что чемпионом энергетик станет вряд ли, а вот в тройке быть вполне может. В этом году? Даже в этом году, да. Почему? Потому что есть физиологические циклы подготовки спортсменов, есть спады, есть подъемы, и вполне возможно, что Юревич заложил определенный подъем, в том числе и на конец сезона. Раньше мы этих подъемов не видели. Почему? Потому что энергетик во второй части сезона там занимает 6-го до 10-го места, да, особо задачи, да, куда-то цепляться уже не стояло, главное уже было бы там не вылететь, да, там даже один сезон. Но в этом сезоне я считаю, что они должны объединить полностью свои усилия. Да и футболисты, футболисты хорошие, прекрасные футболисты, я очень многих знаю с энергетикой, ребят. Я думаю, что они имеют и предложения других клубов, но у них сейчас та самая ситуация, когда они могут наконец-то зацепиться за медали. Я думаю, что любой футболист в чемпионате Беларуси, который ни разу не выигрывал медали, конечно же, будет очень сильно мотивирован на эту задачу. Что касается конкретно пути футбольного клуба Макс Лайн, я думаю, что у нас какой-то третий будет путь. Мы, скажем так, не будем похожи ни на Ислыч, ни на Энергетик Багу, ни на Крумкачи, хотя нас стараются постоянно почему-то сравнить именно с Крумкачами, может, потому что мы единственное сейчас полностью частный клуб в стране, да. Понятное дело, что то, что мы частный клуб, это и подразумевает собственный путь. Мы не можем получать деньги от госпредприятий, мы не можем финансироваться ни по 191, ни по 300 указу, ни даже использовать льготы из этих указов, которые дают нам какие-то просто мельчайшие возможности для маневра. Мы за все платим, мы платим за все по полной программе, вряд ли где-то удается договориться. Плюс, ну, естественно, государственное предприятие, выбирая между вариантом спонсирования частного клуба и государственного клуба, всегда выберет вариант с государственным клубом. Поэтому есть, наверное, два варианта развития у нас. Это первый вариант, когда мы при своих деньгах, при своих бюджетах будем стараться бороться там за какие-то позиции, да, может быть, качественным точечным усилением и будем ставить там задачи, ну, там, ну, конечно, мы всегда будем ставить задачи максимальные, выиграть чемпионат, да, но реально это будет там нижняя часть таблицы. И есть второй вариант, при котором может прийти крупный иностранный инвестор в наш футбольный клуб. Ему прийти в наш футбольный клуб намного проще, чем в любой другой, потому что, приходя в государственный футбольный клуб, белорусскому инвестору или зарубежному инвестору, ему куда сложнее использовать систему управления, потому что система управления сразу затачивается под 191, под 300 указ, да, то есть это и бюджетные деньги, и порядок использования внебюджетных средств в соответствии со внутренней клубной политикой и прочее, прочее. То есть получить какого-то реального управления, да, который был, например, там, вот у Зайцева в Бресте или в Рухе, будет добиться очень-очень сложно в текущей ситуации с государственными клубами. Приходя в наш футбольный клуб, я готов практически любому инвестору дать, ну, не то, что зеленый свет, но все, да, но достаточно серьезное право в принятии абсолютно любых решений в отношении политики клуба и дальнейшего его движения. Конечно, если будет выбран такой путь, будет приблизительно похоже на то, что делает Шахтер. То есть, ну, это будет завоз, там, 10-12 легионеров очень высокого уровня, их ротация, потом отказ от тех, кто не подошел, собственно, коллекционирование белорусских футболистов, самого высокого уровня из тех, что есть в наличии. Схема очень простая. На самом деле, для того, чтобы быть в топ-6 в белорусском футболе, особо напрягаться не нужно. Нужно просто иметь деньги, предложить лучшие условия топовым белорусским футболистам и привести толковых легионеров. Взять хорошего тренера и слепить с этого команды. Логично. Спасибо вам за это откровенное, конструктивное интервью. Желаем вам удачи в первой и, возможно, высшей лиге. С нами в студии был основатель, владелец, директор, можно много регалий перечислять, Рогачевского Макслайна Андрея Петровича Иваненко. До новых встреч. Двадцать туров чемпионата позади. Что примечательно, ни одна из позиций таблицы не стала предсказуемой. В каждой ее части плотная борьба и отсутствие фаворитов. Впрочем, более подробно в нашем обзоре. Слуцк, оставшийся без главного тренера, принимал у себя Дзержинский арсенал. Александр Гуринович пока что исполняет обязанности рулевого Сахарных. Именно он выбрал гиперосторожную тактику в игре. Но она могла провалиться уже на 17-й минуте, когда Синько издали пробил в штангу. Слуцк в лице Жереми ответил на 31-й минуте. Тогда Габонец, уже стелясь по газону, пробил в створ. Абрамович спасает. Еще пять минут, и вратарские подвиги продолжаются в параллельной штрафной. Теперь Броновец улучшает счет в противостоянии с Синько. Еще один сейв. Уже во втором тайме Жереми подтвердил свой статус соотечественника Бамиянга и отметился шикарным голом. Принял мяч в штрафной, положил корпус и пробил по прыгающему мячу. Заявка на гол тура на 64-й минуте. Счет мог и увеличиться. На последних секундах Гирс на огромной скорости обокрал соперника и прострелил в штрафную на партнера. Абрамович сохранил для своей команды окончательный счет. 1-0 в пользу Слуцка. Брестская «Динамо» еще в первом круге казалась главной претендент на вылет. Но теперь язык такое сказать не поворачивается. В гостях у брещан забористый Минск. Главная звезда хозяев Михаил Гордичук уже на первой минуте создал для Куаджа шикарный момент своим ноу-лук-пасом. С ленточки мяч вынес защитник Минска. А вот горожане и Хвощинские решили не транжирить моменты. Их комбинация и завершение достойны отдельного внимания. Удар Владимира. Счет открыт на 12-й минуте. Далее свое слово взяла усилившаяся атака Брещан. Куаджа на 24-й минуте головой замкнул подачу Шемрука. Вышеупомянутый Гордичук напомнил нам, за что признавался лучшим футболистом страны на 41-й минуте. Его удар – эталон подкрутки в дальнюю девятку. Еще один гол Михаила случился на 67-й минуте. Куаджа вывел партнера 1 на 1 с вратарем. Гордичуку оставалось только элегантно перебросить Генералова и установить окончательный счет. 3-1 в пользу Бреста. Команда Прокопюка продолжает набирать очки. Матч самых нашумевших команд чемпионатов «Молодечно» ждали многие. Самые молодые составы, неожиданные места по итогам 20 туров, впрочем, к делу, которого в первом тайме было не так уж много. Вспомнить можно разве что боковые ножницы от Дмитрия Лисаковича на 13-й минуте. Или штрафной от его брата Руслана на 19-й. Там в дело пришлось вступить Макавчику. После трех замен ко второму тайму Рцор мгновенно вошел в игру. Уже на 46-й минуте Свирепа головой отправил мяч в сетку. Голевой пас на счету Макушинского. Морозов и Ровда ответили 10 минут спустя. Владислав круто разобрался с защитниками, вывел в штрафную партнера и Глеб прошил вратаря, сравняв счет. Кому еще выводить студентов вперед, если не Абдихоликову? Бабир на 64-й минуте с паса Свирепы в касание перебросил вратаря. 2-1. Драма развернулась в последней пятиминутке. На 87-й минуте после суматохи в штрафной при угловом мяч отскочил к Гузу. Александр отправил его в ворота, чем эмоционально взорвал местные трибуны. Но узбекский гений Бабир не собирался отдавать очки. Пашевич подает в штрафную, Абдихоликов головой пробивает Игнатовича на 89-й минуте. 200-й матч Ислачи в высшей лиге заканчивается поражением. Зато каким. Витебляне с Ясинским, кажется, находят свою игру, но Белшина не из тех команд, которые легко отдают очки. Евгений Краснов с нами, конечно, не согласится. Это его дальний точный выстрел на 13-й минуте. Открыл счет. Пара минут на раскачку и снова гол. Илья Кухарчик не захотел быть в роли отыгрывающегося и прошил Гущенко. 1-1. 33-я минута. Теверов со своим голевым чутьем подкараулил отскок мяча в штрафной и сильно пробил по уже пустым воротам. 2-1. Артем Денисенко мог подвести команде еще один гол. На 43-й минуте Жумабеков чуть было не воспользовался ошибкой вратаря, но кипер свой неудачный прием тут же исправил. А вот Гущенко все-таки отметился фейлом. Как и желтой карточкой, собственно. На 66-й минуте вратарь снес в своей штрафной соперника, за что и получил пенальти. Реализовать его пришлось Дмитрию Гомзе. Сказано, сделано. Хозяева продолжают набирать очки. Правда, в этот раз они дались куда тяжелее. Жодинцы принимали у себя мозорскую славю в матче действительно равных по силе команд. Хотя потенциал автозаводцев, безусловно, ярче. Но реалии диктуют другие условия. А что диктует Мякиш? На 12-й минуте с паса Макарова Максим показал, как нужно играть в бильярд. Дальний, точнейший удар низом. Куда там соколу? События развивались очень стремительно. Горбачик свалил в своей штрафной через несколько минут. Ловец реализовал удар с точки. Роме смог заколотить мяч в раздевалку. Дударь отметился отличным спасением. Второй тайм можно смело записать насчет жодинцев. Моменты Горбачика и Шевченко уже в добавленное время с небольшой натяжкой можно назвать голевыми, но нереализованными. 1-1. Закономерная ничья. Минская «Динамо» выглядела явным фаворитом в матче с Днепром. И свой статус взялось подтверждать уже в начале первого тайма. 15-я минута. Артем Концевой уходит от защитника и сильно бьет ближний. Вратарь даже не дернулся, а Концевой не отпраздновал. Но к ураже минчане создали еще один момент, в котором Гречихов касание пробил в крестовину. В это время Концевой решил повторить свой прием с бывшей командой. И снова получилось. 28-я минута. Артем, похожим на первый гол пируэтом, удвоил счет. Наблюдающий за этими успехами коллег Бахар решил, что пора и ему вступить в игру. Закрыл мяч чужой штрафной корпусом, резко развернулся и пробил мимо Журова. 3-0 к 40-й минуте. Завершить начатое решил Ложкин на 76-й минуте. Принял мяч в штрафной, не опуская его на землю ушел от Журова и спокойно катнул снаряд в опустевшее ворота. 4-0. За счет индивидуального мастерства минчане показывают разницу в классе. И снова основной претендент на чемпионство – солигорский шахтер. Вот только гонка за медалями в любой момент может быть обострена таким соперником, как, к примеру, Неман. Хотя, скажите об этом Филипенко, который уже на пятой минуте замкнул подачу черняка со штрафного. По-капитански, иначе и не скажешь. Градничане выбрали тактику выжидания и провокации на ошибки. Забить у команды Ковалевича получилось и вовсе шедеврально. Андрей Якимов прямым ударом с дальнего штрафного неотразимо пробил в девятку ворот Плотникова на 17-й минуте. Аплодисменты. Более того, через несколько мгновений Пасевич счет мог удвоить. Вот здесь Плотников был на высоте. И все же команда Ковалевича свой момент нашла. В начале второго тайма защитники шахтера забыли, какой же советский мастер своего дела. Оставили его без присмотра в штрафной. Павел спокойно принял пас, развернулся и пробил, положив корпус. 2-1 в пользу гостей. Все-таки солигорцы не рассыпали силами подающего Дивановича и бьющего Плаки. Сравняли счет. Драматичные 2-2. Ситуация в чемпионском походе обостряется. Программа Тура закрывалась в Гомеле, где была написана новая глава давнего соперничества местной команды ИБАТЭ. Борисовчане, наверняка зная о том, что шахтер потерял очки, просто не могли позволить себе повторить тоже фиаско. Несмотря на силу соперника. Несколько угловых в начале матча. Осада ворот Садовского и вот на 9-й минуте Милич открывает счет. Заброс Громыка в штрафную нашел Серба и, внимание, мастерски разобрался. 1-0. В плотной борьбе следующий действительно голевой момент возник только во втором тайме и снова УБАТЭ. Это Малькевич с подбора не успел хорошо сгруппироваться и с пары метров пробил в перекладину. Гомельчане свой шанс использовать не смогли. Седько на 56-й минуте пробивал слету в штрафной, Кудровец на высоте. Как итог, минимальная победа Борисовчан, которые продолжают погоню за Шахтером и Минским Динамо. На экране вы видите все результаты 20-го тура Беларусьбанк Высшей Лиги. Ситуация в турнирной таблице обострена на каждом участке. Брестская Динамо понемногу выбирается из зоны вылета. Рцор БГУ все еще держится за топ-4, а претенденты на медали продолжают биться за каждый турнирный бал. Белорусская классика нас ожидает на Борисов арене уже в ближайшую субботу. Разборками со дна таблицы отметятся Арсенал и Брестская Динамо. Гомель примет Шахтер. Календарь 21-го тура вашему вниманию. Ислач после первого круга потеряла несколько важных футболистов и испытывает определенные проблемы с добыванием очков. Впрочем, несколько позиций волков не вызывают вопросов. И одна из них – вратарская. Чуть больше о жизни Сергея Игнатовича в нашем сюжете. Делал движение назад, и все, игровой момент, и порвался ахилл. Обычно вратарей травмы обходят стороной. Сломанный палец или кисть – даже с такими повреждениями киперы выходят играть. С Сергеем Игнатовичем история совсем иная. Диагноз «порванный ахилл» на правой ноге оставил его без футбола почти на год. Это из-за плохого поля. Нельзя себя подготовить к такому покрытию. Надо, ну, как бы, поле плохое, надо просто поменять, я думаю, все. Сергей признается, после травмы стал более внимательно относиться к своему здоровью. Организм ранее подавал сигналы, что работает на пределе возможностей. Как бы у всех по-разному, может быть, и 7-8 месяцев, но просто ахилл – менее популярная травма, можно сказать, и менее изученная. Ну, в целом, как бы, есть люди, которые помогают реабилитацией и профессионально подходят к этому делу. На время восстановления жизнь пришлось перестроить. Рутинные для здорового человека вещи становились настоящим испытанием. Правда, наш герой и к этому привык. Много не получается, не получалось передвигаться, уже привыкаешь к определенному образу жизни, активно ведешься, а тут, получается, и жена, как бы, и воспитывает детей, и я еще на ее был к спине образно, и все. Ну, в целом, было непривычно, что много надо лежать, и все. Ну, в целом, потом перестроился, и, ну, тяжело было, но перестроился. Тренировки, матчи и предсезонка футболисты многим жертвуют ради карьеры. Ты – профессионал от и до. Легко просто раствориться в футболе. Год без игры стал важной и отправной точкой для Игнатовича. Многое, да, я поменял в плане подготовки и отношения к бытовым вопросам, к жизни, к питанию, отдыху, ну, это повлияло очень сильно, да. Приходится немножко, ну, по-другому себя вести и более тщательно прислушиваться к организму. Сейчас вспоминаешь, как бы, такой длительный отрезок пропустил футбольный, но, ну, что, надо, как бы, с улыбкой, с улыбкой на лице работать. Ну, много за то времени было проведено с семьей, много других моментов открылось, как бы. Футбол, как бы, футбол – это классно, но кроме футбола есть и много еще других прекрасных моментов в жизни. Труднее всего футбол смотреть на трибунах, особенно, когда ожидание перед возвращением на поле затягивается. Сергей очень хотел снова сыграть и теперь заряжен вовсю. Очень соскучился и соскучиться буквально можно и месяц-два, и все, и хочется обратно тренироваться, играть. А год – это очень много, и сейчас каждая тренировка, каждая игра получает удовольствие от работы, от тренировок. После травмы Игнатович покинул Минск. Сложилось впечатление, что горожане в Кипера не поверили. Но у Сергея никаких обид нет. Рабочий момент. Нет, вообще не обидно было, и это футбол, что тут, если каждый раз обижаться. Это обычный момент, и кто-то ставит на другого воротаря, кому-то нравится один, кому-то другой. Но это их дело, и все, им же. Они же принимают решение, они несут за это ответственность, и все. Мое дело – просто играть в футбол, приносить результат, получать удовольствие, и все. Просто боялись, как я восстановлюсь после операции, смогу ли я показывать достойную игру, смогу ли я бы даже тренироваться. Потому что много вопросов возникало после реабилитации. Люди, которые звонили, интересовались, их интересовал больше вопрос моего восстановления и моего ахилла. А в плане игры и умений, мастерства, ну, как бы, если оно есть, то оно есть. А после все сложилось с Сислачью. Атакующий стиль команды для Сергея не новинка. Опыт в двух «Динамо» дает о себе знать. Поэтому втянуться получилось быстро. Если воротарь готов к игре и к моментам, то ощущается, просто играя, вышел и играешь. И как бы у нас сбалансированная команда, я считаю, что мы как и атакуем, так и обороняемся. Так что нет проблем разрывов, линии атаки, защиты. У нас обороняется команда и защищается вся команда. Так что не вижу проблем. Нам просто надо немножко поспокойнее действовать у своих ворот и все. Ну и как и в атаке тоже поспокойнее, поувереннее. Так что и все будет еще лучше. Результаты и качество игры лучше. К концу лета травма ахилла уже не беспокоит. Вначале было непривычно, говорит Сергей. Но страх получить рецидив остался позади. На тренировке изначально первый месяц было много ограничений в голове, особенно, когда ты боялся. Боялся. Сейчас уже такого нету. Как бы больше прислушивайся к организму. Если он ничего не беспокоит, то ты работаешь на 100%. А в игре даже нет мысли, что что-то может быть не то. Идешь, работаешь на 100%. И все-таки у нас поинтереснее, чем в Италии и Англии. Не правда ли? Мы стараемся находить для вас самое горячее и интересное, чтобы белорусский футбол еще больше задерживался в ваших сердцах. Все остальное на стадионах страны и в следующий понедельник на Ясное ТВ. Всего хорошего.